Год добровольца для волонтёров выдался богатым на события. Чемпионат мира по футболу, территория смыслов на Клязьме, а также региональные форумы. Волонтёрская деятельность бесспорно полезна для общества, но может и навредить. Есть сферы, в которых волонтёр должен быть специально обучен. Безопасность на мероприятиях. Чья это ответственность? Волонтёров или всё-таки организаторов? Об этом разговор без галстуков, инициированный Молодёжной Думой при ЗАГС Собрании. Мы собрали ребят, участников волонтёрских различных движений и мероприятий разных направлений, и поговорить о такой насущной тематике. Ну и, конечно, поблагодарить их за большую работу. Буквально на прошлой неделе состоялось подведение итогов всероссийских. На всероссийском уровне года добровольца, на которых участвовал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну а мы в нашем регионе решили тоже, в свою очередь, от Молодёжной Думы организовать такое своеобразное подведение итогов. Промежуточное всё-таки подведение, потому что хоть год и заканчивается, а добровольческое движение и волонтёрская деятельность остаётся в сердцах участников. Деятельность волонтёра за этот год сильно изменилась. Появились определённые направления. Например, есть волонтёры-медики, которые ездят по отдалённым малонаселённым пунктам, где оказывают медицинскую помощь людям, и помогают обустраивать фельдшерско-акушерские пункты. Есть волонтёры-событийные. Это те, кто занимается организацией крупных культурно-массовых мероприятий. Молодёжная Дума при Заксобрании и Молодёжный Совет при Департаменте культуры инициировали появление волонтёров специально для мероприятий культурного назначения, в том числе способствующих сохранению историку культурного наследия, что актуально для Владимирского края. Сейчас эта инициатива выходит на всероссийский уровень, и есть шанс, что на территории всей страны будет создано такое направление волонтёрства. За последний год очень многое поменялось в работе именно волонтёрского движения, так как и Молодёжная Дума при Законодательном Собрании Владимирской области и учебные учреждения, в которых мы учимся, они стали очень выделять значимое отношение именно к волонтёрам и именно к добровольцам. Именно поэтому наша работа систематизировалась, и мы стали чётко понимать, в каких мероприятиях мы какую помощь должны оказывать. На ближайшее время у добровольцев огромное количество планов. Здесь и благотворительные баллы, посвящённые сбору денег людям с онкозаболеваниями, и посещение детских больниц. Волонтёры именно те люди, которые не забудут поздравить детей с Новым годом и подарить им больше тепла.